Динцовский долголетов Подобные фестивали по плану проводят четыре раза в год. Помимо традиционных занятий, которые долголетом предлагает Центр Барвихинский, в программы включают элементы футбола, веселые старты, бросание обруча в цель, а в завершение обязательное награждение медалями абсолютно всех участников. До конца этого года у нас планируется еще несколько подобных мероприятий. В парках нашего округа обязательно проведем такие мероприятия. Приглашаем всех желающих. Спасибо вам, что вы принимаете активное участие и ведете здоровый образ жизни. Но не только медали находят своих героев. Кубок за успехи в спорте вручили Валентине Нестеровне. Некоторое время и весьма успешно она заменяла на занятиях по скандинавской ходьбе тренера. Я вот целых две недели подсиживала нашего главного тренера, любимого причем тренера Глева. Ну так вот получилось. Мы вот ходили все две недели, которые он отсутствовал, в любую погоду. Мы приходили и занимались. Всем очень нравилось. Я даже давала чуть-чуть упражнений побольше, чем это делает Глев. И уже мои смеялись, говорили, что Валентина, ты нас замучила. Глев поменьше дает упражнений. Ей 65. Скандинавской ходьбой занимается с февраля прошлого года. Лишь на лето делала дачный перерыв. Эту активность выбрала из-за занятий на свежем воздухе, необходимой физической нагрузки, хорошего тренера и приятной компании. Однажды спортсменка участвовала в конкурсе эссе, а в будущем планирует заниматься в клубе рисованием. Клуб активное долголетие – это очень хорошая программа для пенсионеров, потому что люди, особенно кто живет одиноко, они находят здесь общение, они могут заниматься физической активностью, жить полноценно. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».